Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Михаила Хазина. В чем суть базовой сделки с банкирами? Вчерашняя публикация для телеграм-канала Авроры, точнее отзывы на нее, показала, что есть один очень серьезный вопрос, который требует дополнительной проработки. И начну я его обсуждение с достаточно отдаленной темы. Последнее время все непрерывно говорят о том, что старые времена закончились. Для нас, как понятно, в этом ничего нового нет, но нужно правильно понять, что имеется в виду. Нынешние спикеры имеют в виду вещь простую. Поскольку с точки зрения старых правил происходят постоянные форс-мажоры, то их обязательства перед обществом вообще и конкретными персонами и структурами ничего не стоят. Или иначе, кому я должен, все прощаю. Позиция понятная. В чем-то даже мы с ней солидарны, но все-таки очень от нее попахивает мошенничеством. Собственно, у нас весь бизнес в 90-е был построен на такой конструкции. А в чем суть проблемы реально? А в том, что нам всем, всему человечеству, не конкретно нам, многие десятилетия предлагалась сделка. В терминах Дональда, я не побоюсь этого слова, Фредовича, суть этой сделки была простая. Нам обещают экономический рост вообще и улучшение уровня жизни в частности, а в ответ мы отказываемся от некоторых своих исторических прав контроля над элитами. Собственно, контроль этот был довольно относительным, но он был. Причем, чем больше группа, которая хотела какого-то результата, тем эффективнее был контроль. Основой, лежащей под этой сделкой, была экономическая модель – контроль над эмиссией мировой валюты. А институты, которые были взяты под контроль со стороны банкиров-контролеров и бенефициаров эмиссии, были основные общественные институты – система образования, здравоохранения, социальные бюджетные институты и так далее. А поскольку реальное содержание сделки с какого-то времени стало откровенно скрываться, да и до того не очень афишировалось, то была придумана идеологическая схема, получившая название «политический либерализм», смысл которой в том, что народу и нужно отдать упомянутые и все остальные общественные институты сторонникам этой единственно правильной идеологии. Просто потому, что это ему выгодно и никакой альтернативы нет. Все остальное – это тоталитаризм и коммунизм. Я уж не буду напоминать все детали этой модели – от контроля за детьми в виде ювенальной юстиции до ликвидации образования как такового. Сегодня важно другое. В связи с объективными обстоятельствами, та часть сделки, которая касается повышения уровня жизни банкирами и стоящими у них на службе политическими либералами, больше не выполняется. С точки зрения любой нормальной правовой системы, это означает, что те преференции, которые банкиры получали в результате этой сделки, то есть монопольный контроль над общественными и государственными институтами, должны быть у них отобраны. Но они, разумеется, не согласны. И у них есть ресурс, выученные в рамках контроля над системой образования кадры, которые только и допускались на ключевые должности, и контроль над финансовыми потоками, который преимущественно направляется на поддержку своих сторонников и лоббистов. С точки зрения того же права, это узурпация власти, о чем, кстати, Трамп и говорит. Но с точки зрения идеологии политического либерализма, это всего-навсего удовлетворение требования самих людей. Они же сами дали либералам такие права. А сделка? Какая сделка? Вы о чем? Вся история с Трампом об этом. Все глубинное государство – это политические либералы, которые сейчас пытаются объяснить, что они не несут никакой ответственности, потому что никакой сделки не было. То есть уровень жизни будет падать, а монополия политических либералов должна быть сохранена любой ценой. В том числе махинациями на выборах, непрерывной клеветой и фальсификациями, фейк-ньюс в терминологии Трампа, ликвидацией свободы слова. Самое главное – чтобы люди не поняли, в чем состояла суть сделки и как их обманули. А теперь вернемся к главной теме – экономики России. Россия была частью мировой либеральной системы, западного глобального проекта. И либералы взяли уже почти 20 лет как под контроль всю систему образования и экономической экспертизы. Давайте отдадим себе отчет. Нелиберальных экспертных институтов у нас в стране сегодня нет ни одного. Да, у нас есть отдельные эксперты и частные структуры, которые выражают альтернативное мнение. Но они успешно маргинализированы на уровне СМИ и на уровне государственных институтов. Для тех, кто недопонял. Меня не зовут участвовать в государственных проектах не потому, что во власти нет людей, которые бы понимали, что мне много чего есть сказать содержательного. Дело в другом. Есть масса людей, которые меня тут же вычеркивают из всех списков любых проектов, как Маргинала и Шарлатана. В частности, Глазьев создал несколько экспертных советов и вовсе меня включил. Но его курировали помощники Путина. Сначала Набиулина, а потом Белоусов, и они меня из окончательных списков вычеркнули. Примерно так же, как портком Мехмата заклеил мою фамилию в списках в аспирантуру, одобренную не только кафедрой, но и комитетом комсомола факультета. Переписывать страницу и ставить новые визы им было лень. Они мою фамилию заклеили бумажкой с другой фамилией. К другим моим соратникам это тоже относится. И менять отдельных лиц даже на самом верху государственных институтов достаточно бессмысленно. Реально бумажки пишут главспецы. А пока указание до них дойдет, а потом вернется назад бумажкой, на пути неминуемо встретится какой-нибудь либерал, который точно знает, чего в ней быть не должно. И, могу уверить, не будет. Тут либо нужна тотальная чистка, то есть полный роспуск института и его создание заново из людей, которые к либеральному образованию отношения не имеют, либо, либо нужны комиссары в пыльных шлемах. Для первого варианта нет людей. То есть, грубо говоря, для того, чтобы создать Министерство экономики, президенту для начала нужно воссоздать при себе Академию государственной службы, потом наполнить ее специалистами по экономике и управлению, пока есть. Затем взять туда учиться еще не испорченных либерализмом людей, возможно, со школьной скамьи, и через 10 лет можно ставить нового министра и дать ему большой объем главспецов, которые лет за 6 станут специалистами, и министерство заработает. Если все будет хорошо, что тоже не очевидно. Либералы дремать не будут, и все СМИ будут объяснять, как плохо эта Академия работает и каких дуболомов выпускает. Я это все проходил. И при колоссальной эффективности экономического управления мы контролировали деятельность правительства силой пары десятков человек, ни одного официального доброго слова, кроме как из уст президента, мы так и не услышали. И при первой возможности, фактически предательство Лившица, который просто умыл руки в жесткой ситуации, его разогнали, вместе с почти всеми специалистами, которых уже никогда из тех, кто остался на госслужбе, не повышали. Так что хорошо работать иногда опасно. Читайте «Лестницу в небо». И остается второй вариант, который упрощенно выглядит так. Вызывается министр финансов, и ему предлагается профинансировать инвест-программу, обеспечивающую самодостаточность российской экономики в условиях санкций. Он, естественно, говорит, что денег нет. Ему в ответ. «Вы же давно министр?» «Значит, должны принять меры. Через две недели деньги должны быть выделены. Если их не будет, это будет рассматриваться как саботаж». Министр в силу своего высокого либерального статуса не поверит, разумеется. И его через две недели просто уволят за несоответствие занимаемой должности. А его преемник просто попросит роту автоматчиков и поедет в ЦБ. И ЦБ даст денег. Дальше деньги поступят кому-то на счет и исчезнут. И вот тут начнутся разные веселые времена. Ну, например, подпишут бумагу, что завод построен, а там чисто поле. И вот возьмут семьи тех, кто бумагу подписал, со всеми чадами и домочадцами, привезут зимой на стройку, высадят и уедут. А охрана не будет их выпускать из-за периметра. А на вопли «Хоть детей спасите» им будут показывать бумаги с подписями их отцов и мужей с предложением пройти в теплое здание завода управления, которого, разумеется, нет в природе. А наиболее эффективные менеджеры нового порядка еще и снимут на пленку, как эти люди замерзают, а потом будут показывать новым кандидатам на высокие должности с возможностью разбазаривать бюджетные деньги. Вы скажете, что это садизм? Никто не спорит. Более того, либералам нужно молиться на Путина, который так делать точно не будет, потому что он гуманист. Но вот его преемник в условиях тотального развала будет действовать именно так. У него не будет другого варианта. И, к слову, когда демократы через два года полностью развалят экономику США, там тоже будет что-то подобное. В Западной Европе все проще. Там просто мигранты будут резать головы сторонникам политического либерализма. Я не уверен, что мы уже не прошли точку невозврата по второму сценарию. Во всяком случае, я уже с трудом себе представляю, как бы я сам начал наводить порядок в полном соответствии с законом. Это уже невозможно. Хотя, согласитесь, увольнять либерала с нарушением им сочиненного закона все-таки гуманнее, чем использовать описанные выше методы. Одно хорошо. Мне эти методы применять все-таки не придется. Но отдайте себе отчет. Вероятность такого сценария становится все выше. И она уже давно отлично от нуля. Отметим, что реальные элиты уже давно это поняли. Да, они убеждены, что их детям ничего не грозит. Зря, кстати. Но то, что нужно что-то делать, поняли уже давно. Лет 5-6 назад так точно. Но у них руки точно так же связаны. Они даже не могут таких людей, как я, пригласить на престижные конференции. Поскольку там есть либеральные экспертные советы, которые жестко блокируют всех, кто сомневается в силе единственно правильного учения. Вы думаете, в США никто ничего не понимает? Многие, в том числе и в реальной элите, отлично понимают. Но сделать ничего не могут. Поскольку вся система управления тотально либеральна. И менять ее не на кого. Даже Трамп, который этого хотел, не смог. Так что слова о том, что мир уже никогда не будет прежним, полны глубоким смыслом. Другое дело, что в рамках нового смысла любая должность будет как командир пехотного взвода на войне. Период полураспада будет составлять даже не месяцы, а недели. Люди будут идти на любые ухищрения, чтобы уйти с государственной службы. Туда будут идти только откровенные маргиналы, дети из неблагополучных семей, необразованные и глупые. Все остальные будут шарахаться от ответственности, как черт от Ладана. Поскольку построить город-сад в условиях тотального развала будет почти невозможно. Одна радость. Высокосный год в России закончился. С Новым годом, друзья!